На главной улице Славянска-на-Кубани прошел красочный флешмоб леди на велосипеде «Цветочный переполох». 20 горожанок украсили свои велосипеды цветочными композициями и отправились в путь по улице Красной от фонтана на Батарейной до Театральной площади. Как это было, смотрите в материале моих коллег. В рамках празднования 150-летия Славянска-на-Кубани стартовал уникальный флешмоб леди на велосипеде «Цветочный переполох». Главная его цель – показать, что настоящая леди может смотреться изысканно, изящно даже на велосипеде. Флешмоб леди на велосипеде – не новинка для крупных городов. Он проходит уже не первый год в России. Администрация нашего города решила в честь юбилея организовать такой велопробег в Славянске-на-Кубани. В честь дня рождения нашего города решили посадить девушек на велосипед. Цель мероприятия – приобщить всех здоровому образу жизни и показать, что женщины на велосипеде – это очень красиво, стильно, спортивно. Принять участие в флешмобе могла любая леди от 12 лет, готовая продемонстрировать свою женственность и столь популярный для лета цветочный стиль. Участница флешмоба Елизавета Пономарёва – очень жизнерадостная девушка и всегда, по её словам, придерживалась активной жизненной позиции. Поэтому такой флешмоб, как леди на велосипеде без её участия, просто не мог состояться, считает девушка. «Я давно хотела принять участие в чём-то таком интересном, творческом, необычном. Мне доставляет удовольствие участвовать в таких мероприятиях. Мне кажется, это очень здорово. И тематика тоже прикольная. Как бы цветочки для девочек, всё так здорово. Мы привыкли видеть девушек каких-то гламурных, топ-леди, с чемоданчиками и так далее, с собачками, а тут такие женственные, все с цветами. Очень-очень здорово». В флешмобе приняли участие даже гости из крупных городов России. Александра Конторина из Москвы приехала вместе с мужем и тремя детьми погостить к друзьям. В этот день они просто вышли прогуляться и узнали, что проводится такой велопробег. Александра, не задумываясь, решила принять в нём участие. «Мы просто каждый день приходим на фонтан, на велосипеде приезжаем, потому что мы приезжаем из Кубриса. Это далековато идти пешком, а на маршрутке, автобусе неинтересно, поскольку у меня трое детей. Старший ездит на велосипеде сам, а младший ещё маловатый, поэтому они ездят в тележке. И сегодня мы снова пришли на фонтан, а здесь флешмоб, и мы решили в нём поучаствовать». 20 горожанок украсили свои велосипеды цветочными композициями и отправились в путь по улице Красной от фонтана на Батарейной до Театральной площади. Младшей из участниц яркой велопроцессии было всего 9 лет, а старшей всего-то 63. По окончанию флешмоба все участницы получили памятные подарки. Но главное совсем не это, а то, что славянские леди доказали. Незаменимый спутник настоящих модниц и главный аксессуар – не сумочка или украшение, а велосипед. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События».